здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о ноже производства американской компании CRKT который называется PSD Particle Separation Device дизайна Джима Хэммонда PSD это один из тех ножей которые точно в первую очередь нужно показать целиком потому что вот именно цельность дизайна это конечно то что очень сильно отличает этот нож от многих других произведений как компании CRKT так и ножевой индустрии вообще вот так он в данном случае выглядит думаю что здесь вполне понятно ну и наверное все таки главной его особенностью является клинок причем не то из какой стали этот клинок сделан а то какую форму он имеет и как он обработан здесь сразу нужно говорить о особенном действительно таком удобстве самых разнообразных хватов через клинок за клинок как угодно вообще в этом отношении все прекрасно и вот такой вот его форме немного подогнутые спуски слегка изогнутая режущая кромка которая позволяет еще лучше и надежнее проникать в разрезаемые материалы ну и конечно в данном случае никак не могу отделаться от того что клинок придется вытирать название этого ножа Particle Separation Device можно перевести приблизительно как устройство разделяющее на частицы и черт возьми надо сказать что вот при таком действительно немного с вогнутыми спусками очень высокими и достаточно длинном клинке это название не кажется каким-то преувеличением нож действительно прекрасно справится с любой режущей работой обработка клинка этого ножа такая что честно говоря даже перчатки с искусственной кожей изнутри оставляют на ней достаточно много следов чтобы это не смотрелось хорошо в кадре вот сейчас когда это снимаю поэтому действительно приходится как-то ловить свет чтобы вам в принципе более или менее было видно как выглядит этот клинок ну здесь действительно с этим полный порядок особенностями конечно же клинка являются в первую очередь вот такая вот выраженная изогнутая режущая кромка которую называют рекурвой в честь английского слова рекурвет изогнутая вот такая вот и вогнутые спуски при вполне полноразмерной длине клинка этот нож действительно становится ну практически грозой любой режущей работы потому что здесь для вот такой вот активного реза сделано в общем все действительно прям очень и очень хорошо ну и при этом самые разнообразные хваты можно делать через этот клинок psd получился таким крепко сбитым хорошим качественным полноразмерным складным ножом на каждый день который очень здорово сидит в руке во всевозможных рабочих хватах молоточный хват через чойл здесь просто великолепно реализован получше даже чем на некоторых ножах спайдерка режущий хват естественно очень качественный и причем очень тщательно сбалансированный фехтовальный хват через чойл и выставленный и максимально выставленный фехтовальный хват тоже здесь есть потому что рукоять имеет вот такой второй изгиб куда удобно положить пальцы ну и конечно же обратный хват во-первых такой классический для удара но если вам необходимо ударить и дорезать с этим тоже нет никаких проблем как и на большинстве складных ножей это реализовано достаточно комфортно рукоять ножа имеет накладки из материала который на сайте производителя характеризуют как карбон с основой из стеклокистолита g10 но в общем-то это достаточно хорошо известный любителям ножей материал который часто используется на китайских ножах такой своеобразный ламинат то есть очень тонкая пластина карбона у которой в основе находится более толстая пластина из материала g10 но надо сказать что конечно если уж не кривить душой это не выглядит как натуральный карбон но тем не менее материал вот на этом ноже прекрасно обработан и выглядит гораздо богаче скажем так чем он может выглядеть на таком в общем-то недорогом ноже во внутренней организации рукояти просвечивают богатый опыт конструирования тактических ножей которые есть у джима хаммонда обратите внимание в основе лежат стальные лайнеры которые совершенно не облегчены хаммонд насколько мне известно еще с конца восьмидесятых годов двадцатого века говорит о том что лучший замок для тактического ножа по его мнению это лайнер лог который и применен на этом ноже интуитивно понятный достаточно удобный для того чтобы работать с ним одной рукой и при этом в общем то такой замок довольно таки редко полностью выходит из строя как правило позволяет пользоваться ножом ну что называется до самого последнего именно поэтому это выбор известного дизайнера для тактических ножей джим хаммонд является очень известным экспертом по созданию ножей которые считаются холодным оружием он этому посвятил практически все 80-е годы двадцатого века и добился в этом огромных успехов однако пожалуй наиболее его известный нож это коллаборация с той же самой компанией серкити которая возникла аж еще в 1994 году это нож хаммонд крузера которым не так давно мы рассказывали у нас на канале в принципе надо сказать что не так уж часто новые ножи джима попадаются на прилавках однако тем не менее он сотрудничает с компанией серкити уже 17 лет и вот новинка 2021 года серките psd у ножа сквозная конструкция но в последней трети есть вот такой вот заметный пластиковый спейсер причем он достаточно большое темлячное отверстие организовано насквозь через накладки лайнеры и спейсер который входит внутри соединен нож с помощью таких винтов и винта в осевом узле осевой узел имеет вот такую вот очень симпатичная с двух сторон элемент с синим анодированием который конечно делает эту рукоять действительно очень яркой то есть вот на самом деле хороший пример того как с помощью в общем-то недорогих каких-то элементов дизайна можно сделать очень интересный приятный к рукам и приятный к глазам нож psd довольно таки необычная по меркам компании серкити клипса причем в ней необычно все во-первых для вот такого ножа клипса довольно короткая понятно в общем то почему она такая потому что более длинная клипса плохо бы вписывалась дизайн но здесь у клипсы есть явный минус который ну скажем так характеризует ее вот именно как клипсу короткую как видите она не особенно то эластичная кроме того переставлена она может быть только в положении вперед с той же самой стороны где она установлена с завода на другой накладке посадочных мест для клипсы нет поэтому в общем можно говорить о том что нож в общем и целом рассчитан все-таки на правшую на кармане будет выглядеть ну примерно вот так при этом несмотря на то что клипс довольно таки не эластичная но как видите и садится нож на карман даже довольно тонких джинсов довольно просто и снимается тем более ну а благодаря системе помощи открывания очень легко открывается сразу после извлечения из кармана и немедленно готов к работе абсолютное большинство складных ножей компании серките выпущенных 2021 году снабжаются системой помощи в открывании ножа это такая проволочная пружина которая при легком страгивание например этого ножа с помощью плавника открывает его сама здесь не нужно иметь какой-то особенной привычки да понятно что это еще один механизм который теоретически может когда-то выйти из строя но черт возьми до чего удобно им пользоваться как открывать нож одной рукой так и закрывать здесь с этим нет никаких проблем мы с вами имеем дело с флиппером у него вот такой вот по современным стандартам сделанный плавник на котором нет никаких насечек ну собственно нож проектировался как и DC по крайней мере как это заявлено производителем поэтому насечки здесь действительно не нужны потому что вы довольно часто будете пользоваться ножом голыми руками при этом плавник флиппера довольно крупный его легко найти даже не глядя на него и нож снабжен системой помощи в открывании ножа это небольшая проволочная пружина которая есть внутри рукояти здесь нужно отметить такой момент что нельзя вот совсем чуть-чуть просто вот совсем совсем легонечко трогать потому что иногда бывают случаи в кадре показать не удается что нож может открыться не до конца все-таки это флиппер ну то есть здесь как бы нужен определенный момент такой спуска он конечно не такой сильный как когда пружины нет но все-таки его нужно аккуратно делать надо сказать что открывается это очень приятно обратной дополнительной удобной стороной того что пружина не очень жесткая является то что нож достаточно легко сложить одной рукой даже если вы не привыкли это делать то есть открываем снимаем замка вот примерно с этого места начинается завод пружины и он прям действительно очень легкий и очень комфортный то есть это действительно не система полностью автоматического открывания а система которая просто помогает вам открыть нож. Клинок ножа сделан из весьма простой стали, которая часто встречается даже на кухонных ножах, что является предметом таких нареканий ножеманской среды на ножи CRKT. Но здесь нужно отметить, что по-моему эта американская компания вообще никогда не была компанией, которая делает свои ножи с упором на термическую обработку стали или использование каких-то экстраординарных сталей. Ножи CRKT это несколько про другое, это проверенные простые рабочие варианты, которые позволяют получить нож по достаточно низкой цене. При этом, когда вы получаете за недорого нож, который имеет вот такой вот внешний вид и удобство работы, ему вполне можно простить достаточно мягкую простую сталь. Клинок ножа сделан из стали 1.416, круповская сталь, которая соответствует широко распространенному европейскому стандарту, их X50 Chrome Molybden Bonadie 15, то есть стали, которые довольно-таки часто используются на европейских кухонных ножах. Обычно компания CRKT на своих складных ножах калит клинки из этой стали на 56-58 единиц по шкале Rockwell, что по современным меркам довольно-таки мягко, но хочется отметить, что конкретно для вот этого ножа показатель твердости клинка на сайте производителя на момент съемки обзора не был указан. То есть, поэтому здесь нам остается только ссылаться на их предыдущие работы. В общем, такая вполне достаточно обыкновенная сталь, но, откровенно признаться, я так понимаю, что на этом ноже решили, что геометрически вот такой вот режущий клинок, ну, в общем-то, не нуждается в том, чтобы делать его из какой-то сверхтвердой современной стали. Зато удалось, благодаря довольно-таки простым материалам, снизить конечную цену ножа. На сайте компании Circuit T указано, что PSD это нож, который создан в первую очередь для того, чтобы резать. Slicing and cutting, вот такие вот выражения используются в описании этого ножа. Однако Джим Хаммонд не был бы сам собой, если бы создал нож, который был бы таким вот простейшим резаком. Потому что, посмотрите, какой у него клинок, какой здесь обух. Я думаю, что вам вполне будет понятно, что при необходимости этим ножом можно не только резать, хотя эту работу он будет делать прекрасно, но и что-нибудь пробить. Я бы сказал, что Circuit T PSD это нож, который подойдет очень многим. С одной стороны, он имеет, ну, относительно невысокую цену. На официальном сайте производителя он сейчас стоит 99 долларов. В общем, почти сотню, как обычно, стоят вот такие вот ножи с линейкой, так и из линейки, так скажем, подороже от этого американского производителя. Здесь, с одной стороны, для тех, кто понимает, в ножах есть и громкое имя дизайнеры. И действительно, некоторые такие находки, как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения компоновки ножа. Геометрия клинка здесь вообще очень такая необычная и интересная. С другой стороны, все это сделано достаточно гармонично, и поэтому нож будет приятен и новичку. Кроме того, знаете, вот этот вот шикарный фехтовальный хват, который редко бывает нужен в какой-то реальной работе, вот такой вот, но всегда вызывает какое-то чувство доверия своему инструменту, потому что делает его как-то немножечко оружием. Он здесь реализован очень здорово. Джим Хаммонд большой вообще мастер на реализацию такого подхода. И у этого ножа этого тоже нельзя отнять. Хотя изначально нож задуман именно как такой хороший, удобный, работоспособный клинок на каждый день. Поэтому для самой широкой аудитории предназначен нож. Ну, понятное дело, что если вы нажимант со стажем, и сталь, которая использована на клинке этого ножа, вам не подходит, вам следует посмотреть на что-нибудь другое. Но я почему-то думаю, что в какое-то относительно ближайшее время компания Serkity наверняка выпустит какую-нибудь версию этого ножа подороже с какой-нибудь интересной сталью. А то и как с каким-нибудь Homefront они выпустят юбилейную серию где-нибудь на итальянских мощностях и с каком-нибудь порошком типа М390. И тогда это уже сможет порадовать коллекционеров и любителей сверхсовременных порошковых сталей. Вот такой он Serkity PSD. С вами на канале Мессер Мессер был Залеваха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok